По информации, полученной от различных банков края Министерством труда и социальной защиты населения Забайкалья, всего 50 многодетных семей в 2018 году обратились за консультацией по вопросу получения льготной ипотеки. Из них 18 семей получили одобрение и лишь 6 оформили соответствующий кредит. Многодетная семья Сумароковых с тремя детьми, младшему из которых всего два года, живет в двухкомнатной квартире в неблагоустроенном доме барачного типа на 48 квадратных метров. Для них льготная ипотека могла бы стать спасением, но под ее условия семья не попадает. Самая основная проблема многодетных семей в нашем крае – это, конечно, жилье. То есть, к сожалению, не все многодетные семьи могут попасть под эту программу. Дети, которые рождены раньше 2018 года, те не попадают под эту программу. То есть ипотечное кредитование под 5% годовых, что очень хорошо бы помогло. У нас тоже проблема с жильем не решена. Ксения вместе с другими активными многодетными родителями сейчас занимается оформлением общественной организации, которая будет оказывать всестороннюю помощь и поддержку семьям края. Во время заседания депутат Государственной думы Федерального собрания Николай Говорин поручил оказать правовую поддержку новой организации. Как отметил депутат Госдумы, лишь 5% забайкальцев достаточно информированы о возможностях приобретения жилья по льготной программе. В то время как государство предоставляет более 3000 программ, нацеленных на поддержку разных слоев населения. Мы видим, что процент ипотеки, который рекомендует президент, 6%, а для Дальнего Востока 5%. А в настоящее время разрабатывается положение о том, чтобы в рамках дальневосточного развития Дальнего Востока ипотечная ставка для Дальнего Восточного федерального округа вообще составляла 2%. Что, естественно, привлечет и будет побуждать нашу молодежь, наши молодые семьи приобретать жилье через ипотеку. Пока проект находится в стадии рассмотрения, препятствий для получения ипотечного кредита у забайкальских многодетных семей достаточно. Специалисты Министерства соцзащиты обратились в пять банков и выявили основные из них. Во-первых, это необходимость нанесения первоначального взноса. Это не приходь банков, это те позиции, которые были обозначены изначально. То есть это 20% первоначальный взнос от суммы кредита за счет собственных средств. Средства материнского капитала не могли быть использованы в качестве первоначального взноса до 2 сентября. Теперь, по словам представителей кредитных организаций, некоторые банки изменили политику. Но существует еще целый ряд препятствий, которые не позволяют многодетным семьям получить ипотеку на льготных условиях. Тогда, когда нам предлагали взять ипотечный кредит под 5% и под 6%, необходимо было еще дополнительно приобрести пакет услуг по страхованию жизни и, собственно, того имущества, которое мы приобретаем, что, соответственно, увеличило нам сумму ежемесячного платежа. В итоге даже совокупный доход членов семьи зачастую не позволяет взять ипотечный кредит. Кроме того, приобретать жилье на льготных условиях можно только на первичном рынке у аккредитованных застройщиков. Еще одной проблемой для многих семей стало и то, что большинство объектов расположены в Чите и крупных населенных пунктах края. Индивидуальное жилищное строительство также не попадает под программу льготной ипотеки. В завершении мероприятия Николай Говорин еще раз подчеркнул недопустимость навязывания дополнительных услуг банками и необходимость информирования граждан о возможности получения ипотечного кредита на льготных условиях. Серафима Ляхова, Анатолий Тюльнев. Время новостей.